Здравствуйте! Меня зовут Касьянова Тамара, я директор Российского культурного центра в Пекине. И сегодня я расскажу вам о России, самой большой стране в мире, охватывающей 11 часовых поясов и две части света – Европу и Азию. Когда в Москве в 9 утра начинается рабочий день, на Камчатке он как раз заканчивается, ведь там уже 6 вечера. Площадь России превышает 17 миллионов квадратных километров, почти столько же, сколько площадь поверхности Плутона. Расстояние от самой западной точки города Калининграда до самой восточной на Чукотском полуострове – более 10 тысяч километров. Россия граничит с 18 странами. Кстати, с Китаем у нас одна из самых протяженных границ в мире. Берега нашей страны омываются 13 морями и тремя океанами – Тихим, Северным Ледовитым, Атлантическим. Российская Федерация расположена в четырех климатических поясах – от арктического до субтропического. Этому феномену способствуют перепады высот и широкое разнообразие рельефа – от высочайших кавказских хребтов до равнин, лежащих ниже уровня моря. В 65% территории Сибири и Дальнего Востока занимает вечная мерзлота. При этом на Черноморском побережье температура редко опускается ниже нуля и почти всегда светит солнце. В зависимости от региона, средняя температура по стране в январе может колебаться от плюс 6 до минус 50 градусов, в июле – от 1 до 25. Огромные территории и климатические вариации дают удивительное разнообразие ландшафтов. Россия – это арктические пустыни, где день сменяет ночь всего один раз в году. Заснеженная тундра, где можно увидеть только одно из самых редких и красивых явлений – северное сияние. Это суровая сибирская тайга, зеленые равнины и бескрайние степи. Каждая природная зона имеет уникальную флору и фауну. В стране насчитывается около 20 тысяч видов растений, многие из которых уникальны. Животный мир России богат и разнообразен. Здесь обитают такие редкие животные, как снежный барс, ладожская нерпа, черный айс. Дальний Восток славится уссурийскими тиграми и леопардами. На севере страны можно встретить белых медведей. Россия богата природными ресурсами и занимает лидирующие позиции в мире по запасам леса, углеводородов, минеральных ископаемых. Благодаря самому глубокому на земле озеру Байкал, страна является одной из крупнейших по запасам пресной воды. Потрясающее своим величием озеро – одно из самых красивых мест на планете. Свечение байкальской воды до сих пор остается тайной для ученых со всего мира. Еще одной удивительной загадкой природы считается кристально чистый байкальский лед. Уходя на метр в глубину, он остается прозрачным, словно стекло. Зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Природные сокровища России – это высочайшая точка Европы гора Эльбрус. Огненная земля Камчатки с ее бурлящими гейзерами, действующими вулканами и бурыми медведями в естественной среде обитания. Дальний Восток славится алмазной Якутией. Сибирь – экологически чистым Алтаем. Кавказ – уникальными целебными источниками. Старинные волжские города, расположенные вдоль берега реки Волга, еще одного символа России, манят своей неповторимой атмосферой. Куполами храмов и монастырей. 29 объектов на территории России входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соловецкий монастырь – белокаменные памятники Владимира Исуздаля, опоясывающие историческую жемчужину России, Золотое кольцо. Деревянное зодчество русского севера. Санкт-Петербург – культурная столица России с ее величественными дворцами, музеями и роскошной архитектурой. Облик Санкт-Петербурга не похож ни на один другой город мира. Здесь в полной мере произошло слияние российской и европейской культур. Город, основанный царем Петром I в 1703 году, растирается на множество островов в дельте реки Невы. Из-за многочисленных мостов и каналов Санкт-Петербург называют Северной Венецией. На протяжении более 200 лет город был столицей Российской империи. Современная столица России – Москва. Политический центр страны и крупнейший город Европы. 11-миллионный мегаполис, который никогда не спит. Неповторимый облик города с бесконечными проспектами и уютными парками, футуристическими небоскребами, монументальными зданиями, советской архитектурой и историческими особняками отражают все многообразие культурного, научного и общественного аспекта жизни страны. Россия дала миру множество научных открытий, сыгравших большую роль в развитии человеческой цивилизации. Первые в мире электрическая лампочка, радио, телевидение, периодический закон химических элементов, баллистическая ракета, космический корабль – все это лишь малая часть достижений русских ученых. События планетарного масштаба, первый полет человека в космос. Имя советского космонавта Юрия Гагарина навсегда вписано в историю исследования космического пространства. Россия – один из основных полюсов мировой культуры. Национальное достояние страны – балет. Традиции русской школы известны на весь мир и тесно связаны с именами великих композиторов. Римский Корсаков, Шестакович, Чайковский, Рахманинов и многие-многие другие. Русская литература не только отразила духовное и эстетическое мировоззрение народа, но и стала философией государства. Самые известные писатели России – Достоевский, Толстой, Чехов, Набоков, Тургенев – солнцем русской поэзии называют Александра Сергеевича Пушкина. Художественное наследие и одно из самых выдающихся направлений русского искусства – живопись. Неоценимый вклад в культурное развитие России внесли художники. Врубель, Левитан, Айвазовский, Брюлов, Серов. Богатейшая коллекция шедевров хранится в стенах Эрмитажа Третьяковской галереи Русского музея и считается бесценным достоянием человечества. Понятие «русская культура» олицетворяет собой уникальное духовное наследие русского народа с его традициями и обычаями. Словно лоскутное одеяло, в котором сочетаются узоры национальных промыслов в России от гжели до хохломы, русская культура – это образ жизни народа, самобытный, богатый, многоликий мир. В нашей стране проживает более 200 национальностей. Каждый этнос отличается своей историей и культурным наследием. Душа русского человека впитала в себя ментальность всех соседствующих народностей. Именно поэтому ее очень часто называют загадкой для иностранцев. Отличительной особенностью России всегда выделяли гостеприимство. С древних времен гостей принято встречать хлебом и солью. На стол подают все самое лучшее. Суп – обязательное блюдо русского обеда, а в жару россияне с удовольствием едят окрошку. Смесь мелко нарезанных овощей, вареных яиц, мяса и зелени, заправленных квасом. Традиционно в России любят кисломолочные продукты – сметану, кефир, ряженку, творог. А еще у нас самые вкусные конфеты и мороженое. История страны насчитывает более тысячи лет, на протяжении которых формировался национальный характер. Это единство Востока и Запада, наследие которых нашло отражение в культуре, традициях, архитектуре, образе жизни людей. Это широта души и просторов, поражающих своими масштабами. Это прекрасная и притягательная Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok